Девушки отдыхают При Тольятти для того, чтобы поддержать Евгения Тарана От его любимого бумера Грозы гаишников остались Рожки да ножки Таран оружие смело А потом и самого героя с большой дороги Пригласили на ковер Житель Тольятти Евгений Катрузов Неудачный Таран По кличке Таран Житель Тольятти неудачный Таран Неудачный Таран Неудачный Таран Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok И огромная работа И все это таскать в гору Мы просто Охуеем Жду клиента Не хочу идти Собака лает Ходишь? Ты как боишься собаку? Нет? Все равно у меня есть знакомый Который так делал доставку И он зашел на территорию Собака вышла Ему блядь Укусало его Нахер мне такие приколы Вон клиентка идет Вон она бежит Тетенька Две собаки у нее Итак, я на пикапе Поговорил с клиентом Оценил стоимость переезда Сейчас вот самый волнительный момент Я заполнил бумажки Изменил сумму Так как изменилась работа Самое главное, что изменилось Здесь нам нужен будет шаттл сервис Шаттл сервис на такой работе Будет очень дорого стоить Это стоит 10 центов За каждый паунд А у них там Получилось 13 тысяч паундов То есть получилось 1300 долларов Это чисто за шаттл сервис Шаттл сервис полностью забираю я То есть это полностью моя сумма То есть чисто за шаттл сервис Я получу здесь 1300 Я уже клиенту это озвучил Осталось только получить ее подпись Она согласна Она меня даже отвезет За этим шаттл сервисом Потому что здесь нет Uber Вот такой у них вид классный Сейчас вот жду клиента Чтобы она подписала Давай, давай, Жека Не забывай снимать Так, вот я снял Юхол Маленький трачок Между траком и домом ездить Он тот мужик Это он собственник Собственник Короче, все это херни Я сейчас быстренько сниму Это просто заправка Мы находимся в деревне В какой-то деревушке Тут у них какой-то ремонт идет Я не знаю Меня клиентка довезла До сюда Потому что это находится далеко Здесь нет никакого Uber Здесь нет никакого такси Ты не могу Чувак в шляпке Я в поиске Ничего здесь нету Поэтому я добраться сюда не могу сам И клиентка пришла мне навстречу Все, едем обратно В деревне нет туалета Но смотрите, какой домик есть Прямо на дороге вот стоит какой-то домик Удивительная херня Придется потерпеть В лесу Здесь вокруг лес Деревья Место классное Жопа мира Господи, как сложно снимать Когда ты хочешь ссать Пацаны, я еду на Юхоле Если все сложится Это будет одна из самых моих прибыльных работ Я здесь заработаю Две тысячи баксов Да ладно, две тысячи баксов Еду за две тысячи баксов А вон там Вон там это Ну вы поняли В общем, клиент вроде классный Я забываю сказать Мы ехали с клиенткой, с тетенькой 15 минут По По этому городишку И болтали все это время Блин Я все понимал, что она говорит Я вообще в шоке Я давно так не разговаривал Я вообще, по-моему, так не разговаривал С клиентом так близко Мы ехали Все это время болтали Она говорит Блин, у тебя классный английский Я тебя полностью понимаю Я говорю Я никогда не учил английский Я тут всего два года И вот Все, как я учил Это просто Ездил, работал Общался с клиентами Вот так я научил английский А блин, ты вообще нормальный чувак Смотрите Надеюсь, копов не будет Потому что Мне не нужны проблемы Я вот так вот по себя поснимаю Проблемы мне не нужны Классное место Такое аутентичное Сюда классно приехать Вот так вот поработать Один раз посмотреть И больше никогда Эту жопу не видеть Я, конечно, тут жить бы не смог Здесь пипец Как скучно И одиноко Так, вроде нет копов Здесь по-любому есть Какой-нибудь андеркавер Блин, коп Вот я так держу По-любому тормозу В общем, 2000 баксов 1300 за Юхол Я получу И где-то 700 баксов Или 800 я получу За саму работу Плюс они Приятные клиенты Блин, в таком рокерсе У меня подбородок второй Ну ничего, зато я заработаю 2000 баксов сейчас Если все пройдет хорошо А все пройдет хорошо Сейчас главное успеть все За сегодня все это забрать И уехать спать Тетка приятная Живут прямо на берегу озера Мужик тоже приятный Вообще офигительная работа Вырисовывается Не знаю, чем все закончится Но вот вы спрашивали у меня Я вам снимаю только всякую жесть Так, вроде на красный здесь можно Здесь нету Не написано, что типа На красный нельзя Если не написано, что на красный нельзя То можно на красный поворачивать Железнодорожный пути Там церквушка И там сидели люди И что-то делали С батюшкой, знаете Как в эпохе империи Там есть такой С кадилом ходит Там точно такой же Как в игре Agrof Empires Это школа 2000 баксов Прикиньте, пацаны Это, блядь, 160 тысяч рублей Я такие деньги никогда в жизни не зарабатывал Это будет просто Самая прибыльная херня Это церквушка Все, я выехал на маршрут На правильный Еду по этой деревушке Снимаю и себя И происходящее вокруг Меня часто просят Джека Снимай происходящее вокруг Но когда я просматриваю это сам Мне кажется, что это очень скучно и уныло Просто ехать Но я понимаю, что вам, наверное, это интересно Опять Кладбище Очень много кладбищ Какие-то дома жутко старые Убитые Типично это американская деревня Вот так живут большинство населения Америки В таком одноэтажном Во всем одноэтажном Тетка едет в Монтану Это очень далеко У них хороший рейтинг Рейт Стоимость работы хорошая И работа хорошая Я им немножко поднял Потому что у них там есть дополнительные айтемы То есть, смотрите, они по телефону Звонят и рассказывают, что у них есть Что нам им нужно перевести И потом я уже приезжаю Сравниваю это со списком И уже даю другую цену, если в список больше Получается То есть, больше вещей Больше стоимость переезда Логично, логично Я вот переобъясняю это все Вроде очевидные вещи Но часто в комментариях меня не понимают Женя, как ты смеешь? Ты как в Тольятти себя ведешь Ты просишь деньги за работу Это не принято у нас Это только как-то по-тольяттински Нет, пацаны, это по-американски За каждую херню здесь платят За любой чих плати За любое лекшн Шаг влево, шаг вправо Плати За каждое лишнее движение Тут надо платить За все надо платить в Америке Так вот это все устроено Так, мне главное смотреть Чтобы не было копов Потому что я так держу телефон Как дурак В общем, вот такая вот страна, пацаны За все надо платить Я это понял И теперь со спокойной душой Клиентка подписала договор Вообще прям Я ей все объяснил Господи, я не знаю Она меня ни разу не переспросила Что есть что-то непонятно У нас с ней абсолютно нормальный диалог Как будто мы на русском разговариваем Вот когда человека нормального находишь Она все тебя понимает И все говорит Да, я все поняла Все, что ты сказал, все поняла Я все прекрасно понимаю Ты абсолютно прав Все окей И все Никаких вопросов Она подписала Сказала Да, меня эта цена устраивает Шаттл сервис меня устраивает Меня все устраивает Я все заплачу Все классно Ты вообще классный Все здорово Вот, блин Клиент золото просто Никаких вопросов И мысли И я себя чувствую так Как будто я спокойно разговариваю на английском Потому что бывают такие люди Че? Чего? Почему? Что? За что? И мне кажется То ли это я плохо говорю То ли это он тупой И теперь я понимаю Что это часто клиент Люди просто тупые А я так говорю нормально Я адекватно Я потом Загоняю в гугл переводчик Все, что я сказал И он переводит И он переводит мне правильно Я такой, блин Ну я же правильно сказал Почему? Он спрашивает Что? Почему? Они еще часто Знаете Как видят Что ты хреново разговариваешь И начинают на этом ездить Типа Хреново разговариваешь А давай-ка мы тебя за это Покошмарим немножечко И вот У меня сейчас уверенности прибавило Что я точно знаю Что я абсолютно правильно Все сказал Мой английский нормальный Ты меня понимаешь Ты просто делаешь вид Что не понимаешь Либо ты просто дурачок И вот эта адекватная Тетка рассказала Я все понимаю Нормальный у тебя английский Все ты правильно сказал И я ее понимаю прекрасно Она нормальным языком говорит Но я ее прекрасно понимаю Мы с ней 20 минут ехали Вот 5 минут там мы с ней разговаривали 15 минут пока ехали И я ее прекрасно понимал Все, что она говорит При этом я никогда не учил Никакой английский Я не знал его Когда приехал Все, что я знал Это Let's me speak from my heart Все, чему меня научил Английский Телевизор Первый канал И наш министр Больше я ничего не знал И вот английский Как-то прилип Вот так это все выглядит Пацаны Я еду За 2000 долларов Вот такое лицо у меня Когда ты едешь Получаешь свои 2000 баксов И в этом ракурсе Я не такой жирный Как я обычно кажусь Когда я вот С этого ракурса Снимаю Уйди какой, блядь А вот так это вообще Заебись Пацан едет за баксами Заработает бабки сейчас И купит себе какую-нибудь хуйню И покажет на ютубе И проебем мы все Что мы заработали Потому что моя экономическая грамотность Равняется нулю Я абсолютно неграмотный финансово Я человек простой Вижу бабки И значит их надо тратить Вот так вот просто работает Все Просто заработал Просто потратил Пацаны Роли Погода супер Когда нечего говорить Надо говорить о погоде Пацаны Вы смотрите за окошко Давайте я вам включу Другую Десятичасовое видео Вот оно вам пацаны Здесь просто Охерительное место Озеро Главное чтобы не ехали копы Потому что они охереют Когда увидят меня 48 Скорость А у меня 50 Это окей Классное местечко Здесь много лодок У этого дома есть своя парковка Вот смотрите Еще у кого-нибудь Сиду Вон эти лодки как у меня стояли Сиду Точно такие же Это офигительные лодки Для озера На озере нет волн И поэтому на маленьких лодках Здесь можно шикарно гонять Лейк Анна называется Озеро Анька Главное сейчас успеть Все сделать за один За один день За сутки Хоть и до ночи работать Но главное успеть Смотрите как здесь Шикарно Шикарно Зима Снега нету Тепло Блиства опало Но вообще шикардо Здесь снег наверняка бывает Все таки здесь какие-то горы Вирджиния Вирджиния мне кажется Снег иногда можно поймать Не знаю Раз в году на один денек Сейчас вот здесь будет поворот для нас Где живут мои клиентишки Клиентишки Жека едет с полным С пустым грозовиком Чтобы наполнить его деньгами Как же мне хочется Побыстрее добраться Чтобы пассать Это просто Невообразимое желание Потому что я напился кофем Там лодка стоит в лесу Заброшенная Нахер никому не нужна эта лодка Как же хорошо И вот наш клиент Рядом заправка Сидга Какая-то кафешка При озере Тут аренда лодок И вон там на горе Наш клиент Вон там он где-то А вот господи Вот он Вот это причал нашего клиента Я спросил Бля это все твое? Он говорит Да это все мое Я охуеть Ты пиздец просто Богатенький Буратино Личный причал С лодками Мотоциклами Гаражами Там 4 дома Блядь на территории Все его Клиент просто Просто Хорошо работал грузчиком И заработал себя Надо сейчас глянуть Сколько это вообще Может стоить Так Газу Газу Горка И вот здесь налево Поворот Вы бы видели Как я Охуел здесь Давать налево Вот так вот На жопу И на траке Представляете Сюда заезжать Вот так вот Вот так вот И вон мой трак стоит Это соседи у них Тоже с озером И вот трак Все Батя в здании Окей пацаны Смотрим что у них тут есть Домик Первый этаж Коробочки Коробочки Это не идет Вот это все идет Коробочки Куча коробочки Мебель Я вот ставлю стикеры На каждую коробочку И вставляю инвентарий лист Сейчас покажу Как это выглядит Нужно посчитать все Вот так это выглядит Видите Список Вот такой почерк Офигенный Это первый этаж У нас И вот такой вид Мебель Смотрите Как классно У них тут Офигеть С ума сойти Путь Вот так вот выглядит И там у шаттл сервис У меня Вот пацаны Шаттл сервис Вот рычок И вот так мы Вот такое вот расстояние Сейчас покажу На телефон Что-то Разрядился Пойду в трак положу Заодно покажу Как мы будем возить Вот у них две машины Додж Мерс Лодка Еще пара лодок У них на причале стоит Соседи Соседи вот Это все надо забрать Лодку он тоже пошутил Надо забрать Я говорю Да без проблем И вот стоит трак И здесь очень далеко возить Это будет очень тяжело Из-за того Что здесь Мягкие Как бы вот эти Камушки По ним очень тяжело Таскать По бездорожью Еще и в горку В общем мы бы здесь Померли Если бы на руках Таскали Поэтому надо Орентовать трак Паровозик Страшненький Вот сюда будем Сгружать Вот в эту дырку Надо будет Подготовить Это место Вот этот чувачок Сейчас очень долго Заводил Крутил мотор Потом он задымил И так Видите какой туман Пошел густой Он такой У меня мотор В лодке заводится Вообще с пол оборота Вжух И идеально Ровно работает Здесь вон Люди еле-еле заводят Там дым И ничего Он не считает Все окей А я что-то парюсь За свой мотор У меня мотор Вообще как часы Работает В лодке В общем Солнце садится Дурацкое слово У меня есть паразит Последний раз Снимаю вид Этого озера В общем прекрасно живут Люди Прекрасно видно Вот этот весь причал Это все ихнее Не буду спускаться Вон спущусь Немножко Эти три стула Надо забрать Прекрасный вид Лодки Это причал Тоже ихний Все ихнее Прикиньте Можно плавать Красота Нереальный крутой дом Точнее дом Херня Дом вообще так себе Место Место Классное Вот так выглядит Дом Вот они здесь сидят Наслаждаются видом Представляете Ну это просто Анбелевый был Невероятно Хотите так жить Я бы не против Надеюсь Следующий Мой дом Какой-нибудь Куплю С видом Тоже на озеро Это один из самых Нормальных видов Который я видел Класс Очень фотогигиенично Получается Камин Вот мы все забрали Отсюда Видите Пусто Осталось только матрасы Здесь Вот это все не идет Шикарно Вот пацаны Еду 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 Собачку Он бедит Вот это все Нам надо забрать Пипец Это все Говно Надо забрать Паньки Чувачок Припраховался Собака Лает Здесь Очень тяжело Ехать Потому что То вниз То вверх То вправо То влево Кренит Собака Бежит Лает Не люблю Когда собаки Лают Опа Что-то упало Я вроде был Очень аккуратен Солнце Садится Вот в чем Проблема Зимы Зимой Солнце Садится Рано И это Проблема Йоу Пацаны Хотели Посмотреть Как Жека Работает Пожалуйста Сейчас будем Работать Расслабьтесь Наслаждайтесь Сядьте Покомфортней И смотрите Как Жека Хуячит Коробки Итак Вот трек Я его полностью Загрузил И сейчас Нужно Перегружать В ту сторону Хотя Ну да Надо Перегружать Туда Для Етого Берем Перчатки Где перчатки Блять Вот Перчатки Обязательно Я работаю В перчатках Нам не нужно Мусор Тоже Другая работа Ничего интересного Обстановите Просто Выкидывая Бланкеты Называются Бланкеты Вот эти Одеяла Вот У нас был Вчера Целый Свободный День Мы вчера Просто Ехали И ехали Недолго Где-то 500 мейлов В общем Где-то В 5 вечера Мы уже были На трекста А вот Хелпер Не работал То есть Он просто ехал Все что требовалось От хелпер Это почистить Бланкеты Вот эти Вот И он этого Не сделал Поэтому Я сейчас Трачу время На это Все это Убираю А так Быть не должно Так Классная местность Там похоже Никто не живет Так выглядит По крайней мере Здесь какие-то Работяги живут Трактора У них Всегда надо Закрывать На застежку Дверь Уже видел На видосе Как чувака Сильно ударило Где у нас Лестница Лестница Вон там Весь мусор Нам не нужен Здесь Первым делом Надо освободить Локацию Чтобы без проблем Здесь работать Ничего не мешалось Все надо Убрать Это столик Надо поднять Он тоже не мешался Клиент Клиент уехал Это вот Отдали Это вообще Непонятно чье Мы положили В трак Клиент Где я выгружал Сказал Что это не его И это тоже Непонятно чье Все это Клиенты Отказались От этого Поэтому Просто сюда Сложим Неизвестно Чье Это Отвезем Назад Эта лампа Тоже непонятно чья Не прибрано Хелперу три раза Сказал Глеб Надо убраться Надо убраться Это твоя работа Ты просто ехал Тебе платят 150 За этот день Все что тебе требуется Это сложить Просто за 150 долларов Требовалось только Сложить Вот бланки Вот эти И вот эти И он этого не сделал Потом 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 И в итоге Никогда Теперь это проблема Так Вот здесь дверь Поближе есть Вот эта херня Все время Соскальзывает У меня Надо ее Закрепить Как-то Киюшки Я думаю Надо подъехать Прямо сюда И выгрузить Будет сюда Это будет проще Всего сделать Джон Дзир Трактора Стоят Довольно-таки Дорогие Джон Дзир Домик только Построили Я вижу там Лестницу Видимо Еще делают Ремонт У них тоже Наверное Там есть Причал Хорошее место Так Что мне нужно Так это Перепарковать Этот ручок Время Полвторого Темнеет Здесь Ровно в пять Это Плохо В темноте Работать Я не люблю Этот ручок Мелкий Он вообще Неповоротливый Радиус Поворота У него Очень плохой Видите Под ручкой Переключение Передач Вот здесь Вот здесь Уже частная территория Ну ювелир Я думаю Достаточно Так будет Хорошо Вот так вот И второй раз Надо перезагружать Чтобы не ходить Пешочком Тут мне конечно Нужна будет помощь Наверное Вдвоем Как-то Веселее И хочется Видеть Кто Чем Занимается Это картинки Это клиент Запаковал Все сам Опа Запрыгиваем И двигаем Все это Второе Четвертый раз Раз Два Три Четыре Пять Обычно Я во время работы Смотрю Ютубчик Через наушник Слушаю Точнее Но сейчас Вот я С вами Мои дорогие Друзья С вами Жека Опаньки Так Ноки Вардроба Сразу ставим Сюда Я тут один Вообще Никого нет Видите Ни единой Души Это все Я загрузил Сам Это было Довольно-таки Непросто Потому что Там у них Горка В горку Знаете ли Нелегко Носить Я бы Сказал Даже Тяжело Опа Это пока Сюда Оп Упала Упала Шляпа Там Короче Такой бар Стоит Металлический Он упал И вместе С ним Вся одежда Упала Они должны Были Это клиент Запаковал Он здесь Порвалось Но я ничего С этим Не поделаю Уже Открывать Я не буду Это клиент Так запаковал Вот здесь Правильно Сделано Этот Плохой Видите Получше Вардроба Так вот Так вот Видите Получается Такая Ступенька Дальше Видите Уже Сколько Места Освободилось Легкая В сторонку Вообще Нам нужна Мебель Потому что Мебель Ставится вниз И уже На мебель Ставится Все тяжелое Но мебель У меня там В конце Сколько Пульс У меня Пульс 94 Часы В онлайне Показывают Прямо Хорошо Пульс Отслеживают Клиент Довольно Хорошо Все Запаковал И это Большой Плюс Для меня Потому что Мне Пакинг Совсем Не выгоден Просто Потому что Это Долго Муторно Называю Это Full Пакинг Full Факинг Сначала Все Как бы Друг Дружку Прислоняем Говорят Что Жека Не работает Только Снимает Ну Ну На самом Деле Вот Так В 99 Процент Случах Так Все Происходит Я Не Очень Люблю Паковать Я Уже Свою Отпаковался Я Больше Люблю Физически Работать Потому что Я Жирный И Мне Нужно Работать Чтобы Не Набирать Вес Вот Я Я Работаю Физически Пульс 86 Видите Я Заболтался Темп Падает Нужно Работать Это Пойдет Это Легкая Правда Там есть Тяжелая Ну Ладно Вот У нас Есть Тяжелый Друг По идее Мне бы Его Надо Ну Хрен С ним Клиент Вернулся Куда То Они Все Ездят А Нет Не Клиент Это Сосед Ничего Объехал Ничего Не Сказал Бывают Такие Соседи Неприятные Говорят О Мне Сложно Объехать Убирайте Трак Это Почему Я Должна Объезжать Бывают Соседи Которые Говорят Мне Заслоняет Вид Ваш Трак Вот Мы Приезжаем Паркуемся Вот Так И Сосед Выбегает Говорит Мне Вид Заслоняет Я Не Вижу Красоты Леса Говорит Убирай Свой Трак Уезжай Здесь Тебя Быть Не Должно Я Уезжаю Потому Что Мне Проблемы Не Нужны Это Я К Свою К Свою Должна Неприятные Люди Бывают Очень Часто В России Можно Послать Типа Ты чё Дурачок Что А здесь Они Ментов Вызывают А мне Такие Проблемы Не нужны Поэтому Проще Всего Уехать И не Задавать Вопрос Какой Старый Смотрите Трачок Там Видно Старый Трак Древний Техники Здесь Наверное Миллионы Долларов Стоит А забора Не видать Пацаны Видели Забор Я Не Видел И у У меня Трак Открытый Там Деньги Лежат И Все На Свете И Все Вообще Там Лежит Видите Никто Не Парится Здесь Тяжеленько Водеваться Некуда Ставим Так Окей Уверен Пацаны У вас Будет Хер Вот Точего Советов И Рекомендаций Как Мне Делать Мою Работу Никогда Не Знаешь Что Прочитаешь В Комментариях Всегда Это Так Удивительно Читать Вроде Б Ты Думал Да Блин Че Здесь Можно Написать Плохого Или Странного Такого Блин Ты Не Так Складываешь Ты Не Так Это Делаешь Медленно Без Уважения Чего Угодно Вот Мне Интересно Че Я Там Прочитаю Про Себя Фух Я В Порядке Пацаны Не Переживайте Это Для Меня Плев Плевая Работенка Это Приличная Сумма Даже Для Америки Ну Такие Вот Зарплаты На Мувинге Иногда Бывают Не Всегда Тоже Но Бывает Раз На Раз Не Приходится Так Надо Смотреть Что Мне Ставить Вот У 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 этот легенький. Давай мой хороший. Впихуйся. Впихуйся. Ладно, мы с ним разберемся еще. Так, поломанный вардроп ставим сюда. Поломейшн. Мне надо забить вверх, чтобы потом не прыгать. Забить вверх, чтобы не прыгать потом на дрессер. Видите, это не очень хорошо получается. Кстати, ступеньки будут болтаться. Но выбирать не приходится мне сейчас. Ставим как есть. Вот видите, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Good, good. Вардроп здесь не в тему. Это вроде не тяжелая. Ставим. Ладно, вот так пускай. Видите, вот обрезки. Это 100 кубов, 200 кубов. Здесь кубик фиты. Опа. Здесь... Опа, блядь. Кубик фиты. Здесь не квадратные метры. Здесь пацаны все фиты. Инчи. Здесь метров нету. Они не понимают в метрической системе. Вот. Перфект. Это было просто шикардос. Я просто сам собой доволен. Это тяжеленькое. Это тяжеленькое, блин. Что же делать? Что же делать, пацаны? Давайте, помогайте, пацаны. Ставьте лайки. Оп. Оп. Хорошо как пошло. С вашими лайками. Работа прям вообще. Привод, пацаны. Мне, в принципе, в жизни, кроме лайков-то, не надо ничего, да? Ваши лайки, комменты. И Жека все лучше и лучше стыкует. Давайте, пацаны, пишите. Как, что, куда ставить? Я не знаю. Я сейчас почитаю. И перестыкую, как вы советуете. Так. Надо туда вот заставить. И можно ставить дрессирочек. Мой дрессирок. Это все тяжелое. Тяжелое. Напихали пипец тут. Опаньки. Опаньки. Так, вот, легонько я нашлось. Напихаем все наверх, ничего страшного. 93 пульс. Ускоряемся. Темп. Хороший темп. Опаньки. Тоже тяжеленько. Ну ладно. Блядь. Блядь. Стопая. Так, это надо поменять. Это не пойдет. Это очень тяжелое. Жаль, никакую мелочь я не взял сейчас с собой. Офис. Бейсмент. Утилиты. Да что ж все тяжелое-то, а? Ребятушки. Ребятушки чужие. Все тяжелое напихали туда. Мастер-бедром. Фрагил. Ну-ка. Хер знает, что-то поставить. Работаем с тем, что у нас имеется. Опаньки. Вот таким легким движением руки. Так. Ладно. Блин, ну это вообще... Ну это все, короче, это... Бумага, бумага. Блин, да. Блин, зачем столько бумаги вытащите? Окей. Ладно, хер с вами. Большой брат. Так. Здесь есть тейп. Вот так вот берете. Обнимаете его. Так, давай, млянь, давай. И понеслась. Понеслась сразу ножками. Ставим, думаем наперед. На мувинге надо думать. Пройдет, проходит. Так, стоим его по диагонали. И он будет держаться. Пока он держится, мы перепрыгиваем. Опа. Надавливаем. Опускаем. Осторожно. Там может быть средняя ножка. Ее можно повредить. Прыгаем назад. Поднимаем с самого низа с прямой... С прямой, сука, спиной. Опа. Так вот. Push and down. Блядь. Картинка мешает. Главное, смотрим под ноги. Опа. Чтобы не ебнуться. Все. Оно внизу. Motion at your front. Окей. Пришло уведомление, что засекли движение возле моего дома. Мы можем смотреть видосик. Но мне некогда. Вот, смотрите как. Вот так должно быть, пацаны. Это перфекто. Перфекто. Дальше у нас есть тяжелые охуевины. И самое тяжелое мы должны ставить на мебель. Вот это пипецкое тяжелое. Оно идет прямо сюда. Видите, 100 кубов есть. Пошло. Пошли следующие 100 кубов. Здесь будет где-то 250-300 кубов. А за раз я привез. Всего у них заявлено 1600. То есть по идее мне еще восемь раз съездить и забейся. Но что-то мне кажется не знаю, сколько у них будет, пока я не уверен. Окей, перфекто. Тяжеленькие коробки пошли. Кишки. Перфекто. Перфекто. Так вот. Берем по одной. Не надорваемся. Лучше лишний раз потопать. Все, лишний раз спину рвать. Видите, вот это место его надо забивать, потому что коробки просыпятся. это очень важно правильно застыковать. И вот за эту стыковку, если вы делаете эту стыковку, по идее, за это платят 20 или 10 центов примерно. Чисто за стыковку. Ну, мне за это не платят. Я форман. И по идее, это форманская обязанность. Ну, мне платят за работу. Я получаю 15% от всего Билла. То есть там вот Билл у них 9 тысяч долларов. минус там расходы кое-какие. Останется тысяч 8. 8 мои. Минус шаттл-сервис. Получится где-то 2100 баксов. 150. И я с пикапа плачу фору хелперу. Ну, короче, 2000 у меня где-то примерно останется. 50 баксов стоит этот трак. Где-то 50-70 по-разному. Сегодня мы это все загрузим. Я думаю, часов за 6-7 еще работаю. и потом я получу с этого денежку. Положу ее в банк и куплю себе какую-нибудь ерунду. Вот так вся жизнь в Америке, пацаны, и происходит. Опа, блядь! Опа, блядь! Есть лесенка, но пока пока окей. Здесь, видите, очень важно иметь хороший рост. Потому что, если ты коротенький, тебе будет делать все это очень сложно. Мой рост 2 метра, я довольно-таки здоровый хрен. Поэтому мне немножечко полегче с этим справляться. Самую капу малость. Так, ладно, тяжеленькая, блядь. Тяжелая. Пипят, все тяжелая. Вот эта херня легче, чем коробка. Ёбанару, ты щетилы ты, блядь, зачем ты грузишь, эй! Зачем запакуешься, ты как сейчас придешь, блядь! часто худею, да? Загрузи коробку, а я носи, да, ты кто вообще такой? Что они думают, да? О, клиент едет. Hello, hello. Они, походу, возят куда-то в прицеп. Они загружают свой трак, свой Мерс, возят куда-то. Интересно, куда? так, Щелка, щелочка, щелочка моя. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Опаньки. Берешь картиночку, пацаны, ставишь ее вот сюда в щелочке. Перфекто, перфекто, блядь! Сам худею себя, отвечаю. надо так стыковать это просто не вероятно невероятно откуда вообще такой талант такой перфекта перфекта для никто не видит сам собой пищу думать долба ёб какой-то никто не видит перфекта перфекта блять невообразимо как можно быть таким классным я не понимаю пацаны кто-нибудь скажите мне не не хватает коробочек окей так вот что-то тяжеленько держись он держится вот за это смотрите все не не беспокоен держится вардроп хреновый поэтому поставил наверх что если поставить этот вардроп лимонская узенький будет давайте получается получается говно ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ничего не падать маке ушки ладно чем будем ставить карабаса куда деваться не хочу сюда и ставить не ладно пока сюда карабас видеть на сюда так таскаешь силы уходят вот так будет более надежно в нахлев но вдруг короче сцепка степочка надо просто вынесем отсюда тяжеленько все три коробки от этих очень тяжелая она даже открывается и уберешь она разваливается так делать нельзя целую тонну весит это коробка и и надо сюда перфекта фух два часа пульс 94 еще еще живем фух пацаны наверное смотреть уже даже устали надеюсь там мой хелпер все запаковал потому что если нет я просто хуею кто там все ездит а кручим верчим он так вот кручим верчим скорость моя падает по идее это надо вот сюда ставить а для этого надо подвинуть это бесполезно уже вот проебали немножко место ничего не поделать уже с этим либо вот это может поместиться тяжелая эта хрень там она полная это файл кабинет тоже двигаем сюда короче пацаны если в тетрис играли все у вас будет хорошо а а если нет то все хуево видите пацаны сколько телодвижения перфекта перфекта и собственно сколько телодвижения надо поэтому на мувинге конечно же нужен хоть какой-то экспириенс физически именно как тренажерный зал то есть если вы ходите каждый тренажерный зал у вас все окей у вас тело привыкло уже физ нагрузки и вы должны быть в порядке конечно не первое время тоже было тяжело это факт так это чё с этим делать нам надо здесь заставить и потом эти шкафы прислонить и будет перфекта перфекта вот так пацаны работы на тесла чтобы заработать 2000 баксов блин хоть деньги приличные но надо побыть по в джёбывать немножко в джёбывать это nightstand прикова кроватная тумбочка глупо звучит на русском прикроватная тумбочка она и стенд звучит хорошо все мне нравится английский конечно с честно нравится какой-то приятного него звучанием более какой-то логично и понятное простое русский язык конечно жесткий тяжелый сложный много нюансов нужно знать чтобы говорить по-русски кинемся надо не забыть в первую очередь а в последнюю очередь загрузить карабасов всяких мелких чтобы забить все эти все щели тяжелые хуяю на ладно пока сюда нужно что-то плоско последняя вещь я полностью сам этот трек загрузил и полностью сам ее выгрузил и в принципе ничего страшного так и сейчас лучше сделаю совсем перфекта смотрите пацаны совсем перфект вот теперь это будет супер duty эффекта так вот все идеально все и мы вот в таком виде все оставляем едем загружать опять время 206 пульс 103 под конец вот этот здесь не работает надо починить здесь есть место муки хорошо хорошо будет хорошего все и сажусь трак еду опять загружать все это дело не буду перед клиентами ходить с камерой я думаю достаточно то что показал я выгрузил там лошади офигеть у них там пастбище с лошадьми вот люди живут смазать видите там раз две две лошади вижу второй трак пригнал спустя он блин два часа аж два часа загружал замучился конечно мужик приехал сосед туса забирает у нашего клиента это хорошо нам меньше перевозить я уже припарковался он тут старый трачок солнце садится поэтому снимаю через башку с башки с головы в последний раз потому что один хер ничего не будет видно потом сразу опустить чтобы ноги не переломать смотрите какой миллиметраж я не коснулся там пол сантиметра осталось это я один припарковался это не помогал потому что я уже профессионал что-то там упала да нет какой-то звук был на хрен с ним был да сплыл так кишки кишки тяжеленькая конечно работа шаттл сервис сделал такое непростое поебаться придется что-то делать photograph фотограф Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы еще шейд не забрали. Так, пацаны, вот 1800 кубов, уже час утра, час ночи, вот отсюда, это почти пол трейлера, полностью забито, и мы еще не закончили, еще есть что погрузить, это пипец, там какие-то деревья, вот реально дерево, три велосипеда, диваны там были, тяжеленные, кожаные, в общем ужас, ужас, ужас. Сейчас 7 градусов, уже 6, я вот в шортах и в такой вот капюшоне. Работа очень тяжелая, я переписал документы, потому что у нее еще больше вещей, чем я думал. Я переписал контракт, сказал Сойе, у вас будет еще больше денег, то есть я еще больше ее зачаржил, но она тетка адекватная, я ей все объяснил, как есть. Говорю, ну вот здесь больше, тут больше. Коробок у нее было заявлено 50, а мы загрузили 200. 200 коробок, это в 4 раза больше, как бы разница есть, да? 50 коробок и 200 коробок, я ей показал, объяснил, я составляю инвентарь, она все поняла, сказала, окей, я тебе верю и подписала. Новый контракт, так делать нельзя, нужно заранее, как бы, все посчитать и сразу подписывать нормально. Но вот у нее два, у нее есть дом, первый этаж, второй этаж и еще два склада, и еще на улице размазано. То есть очень сложно посчитать, прикинуть, когда вот так много маленьких мест, там, сям, здесь, тут, очень сложно сразу прикинуть. Ну и плюс это, ну короче, не получилось у меня с первого раза, бывает такое. Вот со второго раза получилось правильно угадать размер работы, то есть нужно угадать размер работы и составить документы. И клиент должен подписать, что он согласен оплатить такую-то сумму, работа будет занимать стоит. Вот она занимает 1800, и она еще там займет где-то 200-300 кубов, то есть работа будет 2100 кубикфит. Это очень большая работа на двоих. Вот такие огромные хреновины перевозят, тяжеленные. Еще здесь хрен знает сколько, 300 кубов, 400 будет. Итак, время, время. Пять утра, пол шестого, я еще не ложился спать, я только доехал до трекстаба, полтора часа еще ехали, пока сдавали юхол. Пока взвесился, пока, в общем, дошел до душа. Итого у нас получилось 17 часов. 17 часов мы работали в этом месте. Проснулся я как раз-таки в 6 часов, то есть я уже на ногах 23 часа. 23 часа я уже не спал, вот так я выгляжу, прекрасно себя чувствую. Конечно, безумно хочется спать, сейчас схожу в душ и пойду спать. В общем, на этой работе получилось заработать 2500 долларов. Я увеличил ее ценник, потому что там получилось намного больше, чем казалось. То есть там 200 коробок, только одних коробок там в 4 раза больше, чем должно было быть. А там еще и мебели, и куча всего, всяких инструментов. Ну, в общем, вы сами видели, там куча всякого барахла. Этого всего не было в списке. В общем, вот так можно работать. Самое удивительное, что вот 2500 за один день, за 17 часов работы, у меня такой суммы, когда я жил в России, не было просто вот на карточке. То есть, ну, на счете не было столько денег, которые просто так лежали, типа на всякий пожарный. А тут за один день раз, и тебе 2500, да, это очень тяжело, сложно. Можно было разбить этот день на 2 дня. Но я решил закончить все сегодня. Думал, получится быстрее, но вот так вот получилось. В общем, сами все видели, получилось еще записать классный контент для вас. Вот такая бывает работа. Это была очень сложная работа, но она была хорошо оплачиваемая. То есть, это была хорошая работа, но очень тяжелая. Все, подписки, лайки, пацаны, комментарии. Классно поработали. Вы, наверное, тоже устали. Пойду спать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok